Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня интересный такой день, знаете, ну кроме Дня Независимости США, сегодня я первый раз увидел очень интересное фото, кстати, разместили его на телеграм-канале, ссылка как обычно снизу. Это фотография авиабомбы, управляемой J-DAM и ER, так она называется. Чем она интересна, эта авиабомба? Она интересна очень простой вещью. Она цепляется к самолету и она летит, это, как говорят рашисты, кабы. То есть, управляемая бомба. И вот, если у рашистов эти бомбы, они тоже есть, не сомневайтесь, и тяжелые бомбы есть, да? Но у них, у этих, у всех бомб есть один очень большой косяк у рашистов, да? Эти бомбы, они, ну не точно, это мягко говоря, они летят, зачастую они летят куда попало, а совсем не туда, куда они целились. И вот это, собственно говоря, их очень сильно подводит. Что надо сказать по тем, что есть у нас американские бомбы? Две вещи. Первое, они очень точные. Значит, эти бомбы на испытаниях попадают в круг 11 метров. Они довольно дальнобойные. Но тут можно сравнивать с российскими бомбами 75 километров. Если запускаешь с большой высоты, на большой скорости, 75 километров. Ну и, пожалуй, главная для нас вещь, эти бомбы цепляются на наши МиГ-29, потому что Су-24 у нас не так много. Они работают там со Storm Shadow, а вот на МиГ-29 цепляются вот эти вот джейдамы. И летят очень точно. 75 километров в 11 метров. Это очень интересная вещь. Чем оно отличается от того же Хаймерса? Ну, во-первых, это еще один способ доставать расистов на средних дистанциях. Это хорошо. Это первый момент. Второй момент – это разница в мощности. Все-таки, конечно, бомба куда мощнее, чем ракета Хаймерса. И она может нести заряд от 200 килограмм до 900 килограмм. Конечно, это несравнимо с Хаймерсом, который максимальный вес заряда, которого, по-моему, 90 или 91 килограмм. То есть, надо это учитывать, конечно. Конечно, и это просто более мощная бомба, которая прилетит туда, куда надо, в очень точное... По точности с Хаймерсом они очень похожи. Хаймерс тут чуть-чуть точнее, у него, по-моему, 6 метров круг он попадает. Это попадает в круг 11 метров. Ну, учитывая ее мощность, то даже если она попала рядом, она все равно снесет то укрытие, по которому она должна была прилететь. И вот, я же говорю, сегодня первый раз, когда я это увидел, прицепленное к самолету МиГ-29. Коих у нас достаточное количество, слава богу. Так что у расистов головняка прибавится. А у нас прибавится возможностей, вот в этом, пускай... Ну, он же не будет подлетать непосредственно к линии фронта. Ну, пускай будем говорить, в 60-километровой зоне от линии фронта у нас появляется великолепная возможность разбивать даже самое мощное укрытие, которое не по зубам будет тому же Хаймерсу. Вся Будда Украина.